и снова здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и мануальному массажу и до этого мы показывали как разминали спину раскачивали ее шею и голову делали тракции то есть вытяжение как я вам говорил что шея тянется от шеи на грудного перехода вверх вместе с головой это мы уже делали до позвоночник весь от крестцово позвоночного сочленения тянется тоже вверх отсюда и от этой точки сами эти все тазовые кости и ноги тянутся вниз то есть вот эта точка у нас такая ну как бы центр наши наши декомпрессии тут все в эту сторону от нее то что ниже в обратном стороне растягивается декомпрессии можно привели расписали человека до теперь чтобы приступить непосредственно хрусту к трасту который правильно называется да а любой хруст у нас сразу сигнализирует о том что сняты вот эти функциональные блоки и у произошла какая-то мобилизация сухожилий потому что хруст может быть тоже разное он не всегда как щелчок да он иногда такой глубокий бывает или слышно в глубине то есть это могут получить еще и связки если связки и кальцированные то это конечно может быть немножко чревато они все равно будут иметь микронадрывы но для здорового организма у которого остеохондроз еще не имеет остеофитов нету болезни вектере нету болезни холесте и всех прочих вот таких гемогеомы нету то все можно делать безопасно потому что мы уверены в себе что это только на растяжение растягивая организм мы никогда не сможем повредить то есть ну грубо говоря сразу предупреждаю да что такое грыжа этот между двумя позвонками есть диск который вылез наружу вылез и если мы его сдавливаем он сплющивается еще больше выпячивается да грыжа это выпячивание но мы ничто тут не сдавливаем все наши техники это на растяжение и даже если хруст стоит и на скручивание скручивая соответственно мы управляем ротацию позвонков и так для начала работы нам нужно человека положить достаточно свободно для этого голову желательно я кладу не в дырку если у вас массажер стол стол с дыркой там немножко неудобно потому что во первых упирается лоб кто-то через упирается да но если и сам не шеи на позвонке они подгибаются так вот назад то есть получается гипермардоз излишний поэтому я прошу положить голову на бок обязательно руки свешиваю в стороны полностью раскрывая как трапецию сверху так и все боковые мышцы они мешают человек полностью расслаблены да потом во время этих приемов обязательно надо накрыть человека чтобы у вас лишние дать не скользнули руки он может даже если без массовой работы все вспотеть или вы вспотели в процессе если вы кому-то съедет это будет чего-то это простыночка ваша техника безопасности если нет простыни можно там любую салфеточку тряпочку полотенчика маленькая такой вот любое все что угодно даже футболку да ну вот и через одежду можно делать то есть если например вообще ничего нету но есть маленькие полотенчики салфеточка да вот я салфетку сюда кладу на область нажатия и салфетку сюда и учились не нажимаем на скручивание следующий момент не должно быть сквозняков если человек особенно после массажа разогрета да то ему даже и после и во время и еще минут 40 после этих процедур желательно без сквозняков без всяких ветров посидеть в тепле укутывающий желательно одеялом можно в сауну можно конечно в сауну в баню в парилку можно да ну либо хотя бы накрываться халатом и пить чай этот на улице любит там выйти да ну хотя бы прикрывшись чтобы сквозняки не спазмируют дополнительно эти участки потому что может быть только хуже вы раздокровали мышцы раскатали размягчили разогрели и тут уже все подул и они опять раз сжались и еще хуже бывать ситуации чем до того как он пришел а он будет думать что это вы ему навредили понимаете не объяснить ему никак что не соблюдал не соблюдал некоторые правила да поэтому просто предупреждайте словесно что вот надо так то и еще один момент такой заключительный то что желательно в этом случае чтобы посторонние люди не заходили не шутили это бывают такие пошлые шуточки всякие они отвлекают человек начинает смеяться и в момент того что вы ему делаете какую-то мобилизацию он у нас смеха спазмируются другие мышцы не все какие нужно да и сильно будет спазм надо музыку включать чтобы ухом слышали она произошла мобилизация произошел просто ли не да то есть вот это все моменты нашей подготовки теперь ну давайте в следующем ролике конкретно покажу уже что мы будем нажимать сейчас мы я вам скажу будем разблокировать его грудной и поясничный отдел вот эту вот область в следующем видео уроке вы об этом увидите